Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем. Лиза Калинина и Никита Некрасов. И в нашей студии третий ведущий. Друзья, музыкант. Еще какой ведущий-ведущий. Да, певец. Алекс Малиновский у нас в гостях. Доброе утро. Спасибо большое, что к нам пришел. Спасибо за приглашение. Как всегда смотришь, какой страстный клип у тебя сейчас был. Вот смотрю, наверное, раз в 151-й. И каждый раз ты мог, как и самый страстный. Наверное, до недавнего времени ты была, безусловно, одна из моих любимых работ. Из моих любимых, самых, наверное, стильных. Понятное дело, из всего материала. Самая популярная моя песня, которая, мне кажется, только из утюга не звучала. Откуда ты знаешь? Что может быть, знаешь. Поэтому, конечно, одна из самых моих любимых песен в моем репертуаре, это точно. Ой, ну доброе утро тебе, понедельник. А почему была? Почему вы хочешь спросить, в чем была? Потому что... Надоело? Ты знаешь, я никогда не понимал артистов, которые говорят, Господи, ну сколько же можно петь одну и ту же песню? Это просто кошмар. Понимаешь, почему? Потому что реально как-то такая заедженная шарманка. Вот. Но все-таки эта песня моя визитная карточка. Поэтому тут понятно, что... Никуда уж не деться. Никуда уж не деться. Даже когда надоест. На всю творческую мою жизнь, даже когда надоест. А теперь есть другая моя любимая песня. Наверное, это предсказуемо, очевидно, ожидаемо. Как угодно назвать можно. Поэтому, да, теперь все внимание на другой песне. Мы поговорим о новой работе чуть-чуть попозже. Скажи, пожалуйста, ты такой весь красивый, загорелый. Ты вернулся недавно из отпуска или нет? Такой весь. Как будто и с юга вернулся. Нет, кстати, на юге я не был с января. Ага. Вот. Поэтому я хочу сказать, что это все чудеса мейкапа. А так-то нет. Ну, понятно. Такой весь, как будто ты приехал. Как будто и жазнь такой. И, конечно, наоборот, сонный такой уставший. Не вызвавший. Спасибо большое. Очень взаимно. Да, друзья, я хочу сразу сказать, что вы можете также, Алекс, задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте, страна.фм и ватсапайбер 909-928-189. Пишите. Как правильно начинать утро? Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд. Ох. Для многих залог хорошего дня – хороший завтрак. У тебя как утро начинается? Ты знаешь, вот как бы это банально ни звучало, мне кажется, так мы все устали от этой серости за окном. Вот я просыпаюсь, каждый раз выглядываю первым делом в окно, думаю, тоска зеленая. Сколько можно, да? Ну, это же правда, да? Конечно. Ты просыпаешься, если ты понимаешь, что твоя комната залита светом, да неважно, есть у тебя завтрак или его нет, там, не знаю, стоит ли ноги ты встал или не стоит, вообще все полная ерунда, потому что вот одно то, что на улице светло, уже тепло, пахнет весной и светит яркое, приятное солнце, вот, наверное, вот на сегодняшний день это главный залог вот нашего настроения, это то, как вот я хотел бы начинать свой день ежедневно, потому что, честно признаться, я смотрю на своих друзей, я прям засрану, я вам завидую, потому что они кто в Европе где-то, кто-то в Америке, кто-то в Азии, я смотрю на их яркие солнечные фотографии, где там уже весна, где цветут деревья уже, я не знаю, думаешь, ну что у нас? По-другому живот люди, да? Ну вот абсолютно, и думаю, что вот все-таки вот от такого климата, от такой погоды и в конце концов опять-таки от яркого солнца не отказался бы точно. Да, моя подружка, которая живет в Бразилии, на берегу океана, пишет у себя в Инстаграме, вот у нас лето заканчивается, скоро осень, и смотришь ее трансляцию, там волны шумят, солнце светит. Слушай, ну а так поклонники уже ждут, они что-то спрашивают. У тебя есть вот эта связь? Ты понимаешь, вот это, кстати, самое... Такая с фанами твоими. Ты знаешь, мне часто спрашивают, как ты привык, ты прям, не знаю, к популярности, к медийности, к тому, что там на каждом выступлении к тебе подбегают, там фотографируются, кричат, там с ума по тебе сходят. Вот это, наверное, самое сложное, к чему можно привыкнуть. И, наверное, вот, ну, ты знаешь, понятно, что популярность растет с каждым днем, там, с каждым эфиром на радиостанции, с каждым эфиром на телеканале. Вот, поэтому для меня каждый раз такое искреннее удивление, когда я прихожу, неважно, прихожу ли на радиостанцию, куда-то на эфир, на какое-то выступление, всегда люди, которые вот просто из концерта в концерт, они ходят, они с тобой везде, они слятся им новостями, их становится все больше и больше и больше, да, поэтому кого-то я знаю в лицо, с кем-то мы общаемся, кому-то я отвечаю, то есть я как, я понимаю, что я один, а сообщений слишком много, там тысячи сообщений, но я всегда так понемногу стараюсь отвечать в социальных сетях, вот. Но нужно специально обычного человека заводить, который будет отвечать, отвечальщик на письма. Ты знаешь, как-то вот мне эта история не очень нравится, я как-то не знаю. Столько шел к своему счастью, что же от него сейчас так? Да, понятно, что много, ну, как чего-то неадекватного много. А как это ты реагируешь, кстати, на негативные какие-то комментарии? Обижаешься или нет? Ты знаешь, в начале, в начале пути творческого, там, после проекта, да, передаемцы нашего, то было сложно, потому что понятно, что мы абсолютно были не приучены к этому и не готовы, но, знаешь, так вот кинули в огонь, да, поэтому, как бы, тебя показали по телевизору, и, как бы, все случилось. Вот. Было очень непонятно, странно, где-то тяжело, обидно. А сейчас, что так, без разницы, все. Ну, ты же понимаешь, что, ну, вот, ты идешь своей дорогой, как бы. Все достигает с упражнением, слушайте. Да, опытом, поэтому, ну, говорите, говорите, ну, я всегда говорю, то, что пиар все, кроме некролога, поэтому, как бы, пишите больше. Кстати, на удивление, ты знаешь, могу сказать точно, что плохой пиар, черный пиар, работает куда лучше, чем работает хороший пиар. Никому не интересно, какой ты хороший, сколько добрых дел ты сделал. Ну, вот, если мы говорим, да, о каком-то эффекте, вот, вау, да, то есть вот такой эффект достигается вот не такими-то плохими новостями. Расстался, развелся. Да, ты знаешь, они бывают порой неприятные, очень неприятные, но ты потом, как ты знаешь, так, время проходит, ты понимаешь, что... А эффект-то был? А эффект-то был, и был куда больше, чем от хороших новостей. И это всегда, вот, лично меня это всегда очень удивляет, поражает. Скажи, чем-нибудь поклонники тебя удивляли? Вот так вот что-нибудь вспоминается такое? Ничего себе, вот это они устроили. Конечно, ты знаешь, они постоянно какие-то плакаты, флаги. Мне было дико приятно, например, когда вот на... Не буду озвучивать, на музыкальной премии вышел... На красную дорожку. Думаешь, выхожу и думаю... Ё-моё, так не хочется выйти под стук собственных копыт и по дорожке пройти. А вот это, вот знаешь, вот четко ты еще не понимаешь, сколько у тебя, да, там, поклонников, фанатов, да, как они на тебя реагируют, будут ли они тебя поддерживать здесь. И я не успел выйти на дорожку. И я понимаю, что у меня реакция была лучше и больше, чем у многих уже каких-то наших больших, там, именитых звезд, артистов, да. Когда просто с тобой в голос просто кричат твою песню, и это прямо, наверное, высшая просто благодарность. Конечно, это очень круто, очень приятно. Ой, как приятно. Друзья, если вы хотите что-нибудь прокричать Алексу Малиновскому, воспользуйтесь, пожалуйста, нашей группой «Страна ФМ ВКонтакте». Пост с фотографией улыбающегося жизнерадостного Алекса у нас закреплено с самого-самого верха. Вот, заходите, пожалуйста, вступайте в нашу группу и пишите свои вопросы. Можно начать говорить про твою новинку. Давай сначала так от общего к частному. Давай о песне. Когда была создана, кто написал, прям все подробности хотим. О песне, давайте поговорим о песне «Сумасшедшую любовь». Написал ее Алексей Романов небезызвестный. Группа «Винтаж», всем известная, 11 лет, просто, мне кажется, хит за хитом наизусть. Просто каждую строчку знаю. Вот, ну, я... Сейчас спросите мне какую-нибудь песню, я не скажу, поэтому я не все знаю. Нет, ну, а если вдруг заиграет, то, естественно, сразу же всплывает. Однозначно, да, это точно. Вот, поэтому в этом плане, знаешь, Настолько, мне кажется, вот написать, писать песню под исполнителя так сложно, потому что, ну, нужно, во-первых, четко понимать исполнителя, четко его прочувствовать. Потому что, опять же, я говорю, это же мы же поем, да? То есть, понятно, что я стою на сцене, я пою то, что я не понимаю, или то, что мне не нравится, или то, что я не хочу петь. Поэтому это вот очень такая печальная, плачевная история. Поэтому здесь Леша попал в точку. Потому что мне очень близко, близок этот материал, очень близка эта песня, текст, подача, все эти гармонии. Испытал ты сумасшедшую любовь. Вообще, однозначно, вот, мне очень нравится. Поэтому Леша, это спасибо большое. Вот, написали ее, на самом деле, не так давно. Ну, вот, сколько там, не знаю, ну, может быть, пару месяцев. Клип снимали мы традиционно у Сергея Ткаченко, который нам снимал, опять-таки, я тебя не отдам, пойдем со мной, с Аленой Воденаевой. Вот, с клипом тут все гораздо интереснее, потому что клип, столько сейчас вызывается споров, сомнений по поводу того, что он неоднозначный. Мы попытались сделать такую историю, знаешь, камбэк 80-е, когда у нас такие длинные кадры, длинные такие, мы там не переодеваемся абсолютно, то есть, прям по стилю, по цветкору. То есть, только эксперимент. Вот, нам его очень хотелось, и, в принципе, мы даже, то есть, понятно, что мы это изначально, и в музыке тоже прослушивается вся эта история, вся эта нить. Я очень доволен результатом, понятное дело, что мне кажется, что мы справились абсолютно, по крайней мере, с той поставленной задачей. А всегда так происходит? Ты сейчас недоволен результатом или нет? Или это что-то... Ты знаешь, Ткаченко такой режиссер, что не может не нравиться. Вот, предыдущие работы, я бы там поспорил, очень бы поспорил, а вот все, что делает Сережа, я, конечно, удоволен на 100%. Мне кажется, вот тот случай, когда ты гениален и делаешь потрясающий, выдаешь результат. Поэтому, да, со мной там в клипе, знаете, принимает моя гордость просто. Это Софи Никичук, это Мисс России 2015 года. Это первая вице-мисс мира. То есть, она была второй на мировом конкурсе красоты. Ты такая, конечно, вообще милашка. Ты вот, мы когда с ней встречались, мы не были знакомы до съемок, и первый раз познакомились в аэропорту. Иду-иду, мы с братом, сейчас придет какая-нибудь зазнайка какая-нибудь, там вообще пафосная, неадекватная, знаешь. Нет, вообще стоит такая миленькая девочка. Я Софи. Думаешь, откуда ты такая вообще? Ну, настолько с ней было приятно и легко работать, и чувствуется, что она постоянно стоит на подиуме, что она чувствует камеру, что она умеет с ней работать. Потому что мы не потратили ни одной минуты на то, чтобы Софи как-то раскрепостилась, успокоилась, потому что она одна девочка на съемочной площадке, вокруг просто толпа мужиков, которые на нее смотрят. А ей нормально, абсолютно. Как бы все очень прилично, все очень скромно, там нет ничего. То есть, если мы пойдем со мной, допустим, или в Я тебя не отдам, у нас там есть неоднозначные кадры, одна есть однозначная, и Алена. Во-первых, она у нас такая прям бомба, вызывающая, сексуальная. То есть Софи тут немножко в другом. У нас ампла выступает, она все очень сдержанно, не менее сексуально, то есть Софи прет, конечно. Но там все очень сдержанно. Поэтому, да, это, конечно, моя гордость. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Итак, друзья, доброе утро. Лиза Калинина, Никита Некрасов, Алекс Малиновский у нас в гостях сегодня. Мы тебя еще раз приветствуем. Привет. Ну, давай уже ответь на мой вопрос. Как ты себя держишь в форме? Что ты делаешь? Вот здесь сейчас должно быть такое много-много пик. Потому что это сложно. Это режим. Это режим в питании, это режим, опять-таки, в сон должен быть хороший. Самое сложное, это заставить, вот ты знаешь, особенно в час, когда там не хочется сидеть дома, хочется пойти лишний раз там погулять. Про то самое сон, оно бывает редко. И рабочий график тоже непростой, поэтому ты много работаешь. Поэтому это самое сложное, заставить себя. А если ты приходишь в спортзал, думаешь, ну, что ты сюда пришел, если не заниматься? Поэтому там прийти в спортзал и сделать всякую ерунду, там, знаешь, на АБК, кто же ты не делаешь такого? Вот. Поэтому сейчас до спорта получается чуть реже ходить, все-таки, в силу того, что я устаю, и опять-таки, вот там прийти устал на спортзал и на дурака там позаниматься не хочется. Но я же артист, я должен все-таки быть каким-то примером и подражанием. Поэтому это очень сложно. И меня всегда, знаешь, удивляют там те комментарии о том, что, о, в твоем инстаграме так много селфи, о, и что мне пойти застрелиться, что ли, что я в моем инстаграме много селфи. Во-первых, для меня селфи, когда ты делаешь селфи с руки, а не когда тебя просто фотографируют, там, близко, как, ну, для меня это две разные вещи. А во-вторых, ну, зачем? Ну, вот объясните мне, зачем я пошу в спортзале, если я не буду выкладывать фотографии, например, ну, хотя бы фотографии, знаешь, и то, например, пока я нахожусь в Москве там или еще где-то, чего-то там, какие-то фотографии там, где ничего пошлого все-таки, а там просто голый торс у меня, ну, я, честно признаться, в этом криминала вообще никакого не вижу. Вот, но опять-таки, вот эти самые хейтеры никогда вообще не упустят возможность сказать, чувак, там, не знаю, там, ты вообще помешан на себе, хотя, ну, окей. Но питание держишь тоже, да? Питание держу, да, это все-таки это питание, это режим, и это, наверное, самое сложное, да, потому что все-таки говорю, всем кажется, что все просто, но на самом деле это адский труд, это очень сложно. Скажи, систему питания и тренировок, ты сам для себя какую-то разрабатывал или помогал кто-то? Или занимаешься тренером? Нет, нет, я занимаюсь иногда с тренером, занимаюсь иногда сам, если мы не можем идти до спорта в угар, это абсолютно чемпион России в менс-физик. Понятное дело, что все-таки от тренера очень много зависит, как он себя тренирует, как он следит за твоим питанием, и когда мы растем, потом очень быстро набираешь форму в регулярных тренировках. Все смеются, что у вас, наверное, там, ребята, очень качественная гречика, и все думают, что мы принимаем какие-то допинги, ну вот именно знаешь, если мы говорим там про химические, да, то есть стероидную, нет, абсолютно, я против всей этой истории. Во-первых, когда все-таки поет, ну, совсем большой, раскачанный человек, артист, певец, песня о любви на сцене, это, наверное, смешно смотреться, ну, как-то, да, то есть должна быть какой-то разумный предел. Не знаю, Джиган поет нормально о любви, и все у него нормально. Хотя, да, в мире, может быть, и неправда. Нет, ну, если Алексу раскачаться, отрастить бородинь такую же, то будет ничего. Так, друзья, мы не отходим от темы, у нас сейчас, на самом деле, премьера сумасшедшей любви. Да, премьера сумасшедшей любви. Надо что-то сказать напоследок. Ну, не напоследок, а напутствие сумасшедшей любви в нашем эфире. Она закроет всех и каждого сумасшедшая, красивая, безумная, безбашенная любовь. Мы все ждут. Да, пусть она окрыляет. Мне кажется, по весне нам этого точно ой, как не хватает. Пусть песня, пусть это видео вообще вызовет у нас какие-то самые теплые, нежные, чистые, искренние чувства, искренние эмоции. Пусть, как минимум, нас эта песня улыбнет, заставит подумать о чем-то очень хорошем, вспомнить наших любимых, о наших половинках, не знаю, написать им смс или признаться в любви и так далее, и так далее. Ну что, смотрим и слушаем. Тише, тише на расстоянии двух шагов Разбита в дребезги любовь И две пустые ауры Я и ты Это я и ты Слышишь, слышишь Неважно, кто развел мосты Пустил по венам все мечты Какие же мы дураки Я и ты Между нами Это так искренне Между нами Током выстрелы Сумасшедшая любовь На грани боли И радости Прости за все Ты меня прости Сумасшедшая Ты любовь Моя Сумасшедшая Любовь Зачем Тебя Я Не отпустил Прости За все Ты Меня Прости Сумасшедшая Ты Любовь Моя Знаешь Знаешь Как быстро Тает первый снег И слезы превратятся в соль Но только мы уже не мы И это боль Не наша боль Повароиды Отпечатались в глазах Зависимость моя и страх Я загоняю сам тебя Чтоб без тебя Нет меня Между нами Это так искренне Между нами Током выстрелы Сумасшедшая любовь На грани боли И радости Прости за все Ты меня прости Сумасшедшая Ты Любовь Моя Сумасшедшая Любовь Зачем Тебя Я Не отпустил Прости За все Ты Меня Прости Сумасшедшая Ты Любовь Моя Сумасшедшая Любовь Сумасшедшая Любовь На грани боли И радости Прости за все Ты меня прости Сумасшедшая Ты Любовь Моя Сумасшедшая Любовь Зачем Тебя Я Не Отпустил Прости За все Ты Меня Прости Сумасшедшая Ты Любовь Моя Сумасшедшая Любовь Доброе утро Друзья Здравствуйте Это телерадиоканал Страна ФМ Лиза Калини Никита Некрасов Ну и конечно же Алекс Малиновский Который только что Вот буквально секунду назад Презентовал Новое видео И песню Сумасшедшая Любовь Слушай Твои Цвета красивые Слушай Твои слова Вообще прям Вот оказались Правдой И девчонка Конечно Сумасшедшая Красивая По поводу Вот такой вот Престарины Вот так вот Скажем Сделан Я все таки смотрю Конечно Я прям Просто вот Непроизвольно Улыбаюсь Насколько мне нравится Это конечно наша работа Но мне кажется Это круто Мне кажется Это круто Очень стильно И просто Если делать То же самое Что сейчас делают все Ну это быть как все Ты знаешь Что мне напомнила Картинка вот эта Давай Знаешь Помнишь ли ты такого Богдана Петровича Титамира Титамира Да Вот Ты помнишь Неувидающая Вообще Композиция Делай как я Вот у него Абсолютно так же Прям вот я увидел Самое частое сравнение Вообще Да И ты в очках Просто Сергей Лемах Или Богдан Сталин А ты как будто на себя Можешь смотреть Любишь Или смущаешься Ты знаешь У меня Сейчас ты к этому привыкаешь Уже Поначалу Я с каким-то Знаешь Таким страхом Каким-то волнением Смотрел Потому что Ну ты же в себе Я всегда ищу в себе Недостатки В первую очередь То есть я не могу сказать То что Ой как это круто Или какой там Я крутой Я вообще так никогда Не могу сказать про себя То есть я всегда В себе ищу Какие-то минусы Тут плохо Это не так Поэтому я всегда в себе ищу Какие-то недочеты Критично Очень критично К себе отношусь Да Вот Кстати про видео Если возвращаясь Для наших слушателей В ютубе Немножко другая версия Там очень прикольный Есть момент Когда софт спускается Она спускается На металлической платформе Там метров 5 Наверное 7 Точно было После первого куплета Там останавливается музыка Там есть такой небольшой У нас сюжет Где мы друг друга подходим С танцорами Там интересно В общем-то Ну посмотрите Если не Да Мы всех приглашаем На канал Алекса В ютубе Давайте повысим Количество просмотров Быстренько все Давайте Да Слушай Ну а ты ориентируешься На это сейчас Количество просмотров Подписчиков Тебе это важно Ты понимаешь Никакая история Мы заложники Своего ампла Мы заложники С Своей работы Своей профессии Мы обязаны Это ориентироваться Потому что Все-таки А куда без этого Но это важно Понимаешь Это все Обращают внимание Потому что Чем больше просмотров Чем больше лайков Чем больше подписчиков Вообще Конечно Время парадоксальное Да Мы буквально недавно Это обсуждали Вот с моей пиарщицей У тебя есть ляма В инстаграме Значит в жизни У тебя порядок Все у тебя хорошо И заработаешь ты на рекламе И на всей другой ерунде Поэтому Слушай Для меня Сейчас это парадоксально Но вот Это факт Но есть же нюансы Вот ты допустим Ты со своей пиарщицей Учитываешь такие нюансы Допустим Можно на ютюбе посмотреть На какой секунде Было прервано Прерван просмотр Твоего видео Вот это все Работать Работать Анализировать Настолько мы не погружаемся В эти детали Настолько нас это не интересует Видимо Меня недавно спросили Знаешь какой вопрос Сколько ты За эти годы Вот с песней Я тебя не отдам Когда ты пошел вверх Собрал авторских сборов Ребята Я даже ни разу У продюсера не спросил Ни разу Господи А сколько же мы в итоге собрали А пора бы спросить А пора бы Потому что Потому что Эта песня Ее вот только Начинается первая нота И уже у тебя В голове играет припев Поэтому Пора спросить У продюсера Да Я с тобой Уже второй раз встречаюсь Первый раз мы виделись На нашем концерте Страна ФМ И ты Вот меня поразил Мы даже обсуждали Это с коллегами Какой ты всегда Жизнерадостный Позитивный Вот почему так происходит Что ты делаешь для этого Или это все Период Это меня тоже спрашивают Почему ты всегда Не знаю Честно признаться Мне сам сейчас вопрос Спрашивают Почему ты всегда ржешь Ну дело даже не ржешь А в энергетике какой-то Ты всегда такой Добрый, позитивный Я могу сказать Что у меня плохого настроения Вот если так вспомнить Ну вот за эти годы Вообще не за годы А в принципе У меня бывает крайне редко То есть вот Везет Я не знаю Как так получается Но я вот Везет Не заведует Везет Не знаю почему Это вот просто во мне Вот это вот состояние Какого-то вот Такой энергии Знаешь Драйва Какого-то Какого-то позитива Всегда Я не знаю Как это получается Но это происходит Само собой То есть это не наигранное Ты не знаешь Там не захожу в кадр Там Я могу быть сонным Там не знаю Я могу быть уставшим Но это никогда Неплохое настроение Понимаешь То есть вот Моя команда Моя команда Мне кажется Вот ей крайне комфортно Со мной Потому что Ни скандалов Ни истерик Ни плохого слова Я вообще Я не могу сказать То что я Я Я Мне спрашивают так часто Почему-то Ты все говоришь Мы 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 Потому что Я всегда говорю Что за артистом Стоит огромная команда Работа Которая не видит Потому что Каждое интервью Каждый эфир Это работа команды Вот И как бы это мы Это не я Вот И это состояние Знаешь Я его вся генерирую Это ну Так и жить проще Это всегда легче И мне так нравится Как бы Я вот Вот я такой Несмотря ни на что Не вообще ни на что Никогда не унывать Нельзя Вообще нельзя Что может тебя огорчить Вот так вот Раз и все Ну нет Ну есть какие-то вещи Ну на секундочку хочу Безусловно Которые могут тебя огорчить Я сейчас не хочу их там В силу там Последних событий озвучивать Всегда это огорчает Ну это есть Ну какие-то вот такие вот Прям ну вот Какое-то вот Что-то очень страшное Произошло Это конечно огорчает А какие-то Не знаю Там мелочи Все решаемо Все решаемо Две руки, две ноги Все живы-здоровы И это главное Вот прям это однозначно Смотри Когда ты выбирал Вообще профессию артиста Ты знал Ну это наверняка Что будет вот так Всегда так Всегда так Вот когда ты на волне Понятно, что такое Бодрое настроение Но нормально А когда бывает спад Вот как ты себя Вытаскиваешь Или ты по-другому это смотришь Я, во-первых, смотрю Но это всегда по-другому Что за черной полосой Всегда идет белое И я всегда погружаюсь Знаешь, там Не знаю Больше, но опять-таки Погружаюсь Либо в спорт Либо в музыку Либо я начинаю Больше начинять дома сидеть Тут как раз-таки Очень важны Вот у нас Мы с братом-близнецы У нас очень такая Вот, наверное, ты знаешь Вот опять-таки Я сейчас сижу и вспоминаю Мое настроение Он и тыл и фронт мой Поэтому, наверное, во многом Он еще играет Роль в жизни моей Да, у Алиса Собрат в близнецах Не знает Да И вот тут он Очень играет большую роль Поддержка Опора Настроение моё Куда-то мы идем Едем И так далее И так далее То есть Вот тут как раз-таки Должны уже какие-то факторы Срабатывать чуть другие Которые помогают тебе Не погрузиться В твою депрессию Близкий человек всегда рядом Близкий человек всегда должен быть Конечно, вот, поэтому Господи, да вообще Улыбка и любовь Спасет мир И только так Вот это прекрасный лозунг Прекрасный лозунг Алик, спасибо тебе огромное Хорошего тебе дня Больших концертов И благодарной публике Спасибо огромное Аликс Малинов И всем сегодня отличного дня Спасибо большое Никита Икрас Лиза Калинина До завтра Пока-пока 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 Субтитры подогнал «Симон»